Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Меня зовут Игорь, я эксперт по растениям. И сегодня я вам расскажу о такой интересной теме, немножко грустной, но тем не менее она касается всех нас. Что посадить на кладбище? Тема действительно грустная, но все мы с ней так или иначе сталкиваемся. И все мы хотим, чтобы захоронения наших близких, наших родных выглядели достойно. Поэтому самый главный вопрос, какие растения там нужно высаживать? Многие из нас бывают на кладбищах не так уж часто, от случая к случаю, поэтому и требования к растениям должны быть соответствующие. Но первое, растение должно быть совершенно нетребовательное к почвенным условиям, то есть состав, качество почвы, в общем-то, не должно играть какой-то решающей роль. Второе, растение должно быть минимального ухода. Что это значит? Оно должно быть достаточно устойчиво от всяких болезней, должно быть засухоустойчиво, то есть рассчитывать стоит на то, что поливать его никто не будет, что оно будет жить от дождя до дождя. Растение должно быть морозоустойчиво. Еще одно немаловажное требование, к сожалению, в наших условиях, растение должно быть по возможности простым, без всяких изысков. К сожалению, и сейчас у нас случаются такие моменты, когда вы посадите что-то красивое, пока вас нет, его выкопали и унесли куда-то. Вот чтобы этого не происходило, выбирайте простые растения. Следующее важное условие. Растение должно обеспечивать максимальный декоративный эффект на протяжении всего времени. И не только когда оно цветет, но и до цветения, и после цветения. А еще лучше, если вы подберете растение таким образом, что в те дни, когда вы посещаете могилы своих близких, вот чтобы именно в этот момент у него было максимальное декоративное свойство. Ну и, наконец, такая чисто техническая проблема. На многих кладбищах введены ограничения по высоте растений. Вот обязательно проконсультируйтесь с администрацией, насколько высокие растения можно сажать. Ну вот давайте рассмотрим ассортимент таких растений. Первое, что хочется вспомнить, это, конечно, наша знаменитая береза. Экологически совершенно нетребовательная. Почва без разницы. Любит цвет, но, в принципе, выносит и полутень. Очень хорошо выдерживает морозы. Единственная проблема у березы, это ее, конечно, высокий рост. Но имейте в виду, что сейчас выведены сорта березы, какие-то плакучие формы, которые достаточно невысокие. В принципе, смотрятся вполне компактно. Много таких неприхотливых деревьев и среди наших, в общем-то, любимцев. Это вишня обыкновенная. Она достаточно неприхотлива, действительно, светолюбива, засухоустойчива. Вполне может расти на кладбище. Ну и, конечно, домашняя яблоня. Вот с яблоней нужно быть осторожней, потому что не все сорта подойдут. Она хоть и неприхотлива, но очень многие яблони поражаются болезнями. Вот чтобы этого не было, вы выбираете те сорта, которые устойчивы к заболеваниям. В общем-то, достаточно неприхотливое такое растение, как ива. Хотя у нас привычно почему-то в сознании укоренел, что ива, вода. На самом деле, в общем-то, это неприхотливое растение. Да, оно украшает водоемы, как правило. Но прекрасно может расти на кладбище, не требуя особого ухода. Но, опять же, одна проблема. Ивы достаточно большие деревья. Выбирайте сорта специальной культивары. Сейчас созданы невысокие, плакучие формы на высоких штамбах, которые действительно хорошо будут аккуратно смотреться. Очень хорошее дерево для таких целей – это рабиния псевдоакация. Вот фактически не поражается ни вредителями, ни болезнями. Засуха устойчивая растет и на свету, и полутень переносит. Как нельзя лучше для этих целей подходит. Кстати, во время цветения очень декоративно смотрится. Ну и, конечно, всем нам знакомая рябина. Вот рябина действительно декоративно выглядит в любое время года. И когда цветет, и когда у нее просто зеленые листва, резные листочки. И осенью, когда начинают формироваться вот эти красные гроздья, ягод. И, конечно, зимой, когда эти красные красивые ягоды кровавого цвета на фоне снега лежат. Вот рябина великолепно смотрится и будет хорошо смотреться на кладбище. Если говорить о кустарниках, то как нельзя лучше для этих целей подходит барбарис Тунберга. Вот они у нас тут разнообразных расцветок. И есть и ярко-зеленые, и такого красного цвета. Есть более высокие, сорта более низкие. Они все абсолютно неприхотливы. Они все унаследовали вот эти лучшие качества своего дикого предка. Они переносят и морозы, переносят и засуху. Арония черноплодная. Можно, в принципе, сформировать деревцем, можно кустарником. Абсолютно неприхотлива. Прекрасно зимует в наших условиях. И, в общем-то, не повреждается ни болезнями, ни вредителями. Еще и листва, видите, разноцветного. У него оттенка и зеленые есть листики, и красненькие такие, бордовые. То есть осенью будет хорошо украшать. Очень хорошо можно использовать гортензию или калину. Они красиво цветут. У калины красивые ягоды красные висят потом. Но имейте в виду, и гортензия, и калина требуют достаточно частых и обильных поливов. Еще один кустарник, называется он кизильник. Вот этот сорт кизильник даммера конкретный. Во-первых, он засухоустойчив. Он прекрасно переносит жару, отсутствие влаги. Он низко стелющийся кустарник, невысокий обычно. У него осенью появляются вот такие вот красные ягодки. Он красиво цветет, очень тоже красными цветами. Действительно, очень хорошо украсит, создавая такие небольшие подушки из вот этих вот зеленых листьев. Итак, сегодня я вам рассказал о неприхотливых растениях, которые, в принципе, можно выращивать на кладбище, но и не только, конечно, в других местах тоже, где вы достаточно редко бываете. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Смотрите наши видеосюжеты. А еще лучше подпишитесь на наш видеоканал на YouTube. Долгих вам лет жизни! Субтитры подогнал «Симон»!